Добрый вечер. Сегодня я хотел бы рассказать о своем опыте работы в промышленной группе МАИР. Вот это давнишний, конечно, опыт. Компания давно не существует, но тем не менее осталось много людей, которые работали в ней. И, конечно, у всех богатые воспоминания об этой работе. Это было в 2001 году, точнее, нет, даже в 2000 году. У меня был совсем маленький опыт работы, буквально там в колл-центре отрабатывал, в заочной физико-технической школе при Московском физико-техническом институте. И была ярмарка вакансий, как сейчас помню, на экономическом факультете МГУ. Там здание, второй учебный корпус, в факультете вычтетки математики и кибернетики, экономический факультет. И, соответственно, там один из стендов был промышленной группы МАИР, красочно такой оформленный. Взял анкету, заполнил, и меня пригласили на собеседование. И на собеседование задали очень интересную задачку. Какой будет оптимальный курс доллара для российской экономики? Напомню, это 2000 год был. До этого был кризис, в 1998 году курс резко вырос, поэтому вопрос был актуальный. И, соответственно, задали мне этот вопрос на первом собеседовании. И сказали, как домашний задник, как решишь, значит, на следующее собеседование приходи. И я, соответственно, купил учебник по экономике, изучил вопрос, тоже подготовил какой-то ответ. И потом, соответственно, меня приняли на работу на должность специалиста по менеджеру по анализу. Как это так примерно называлось. И потом, когда мне сказали еще несколько месяцев, почему меня тогда еще взяли, именно за настойчивость. Потому что многим давали похожую задачу или точно такую же, и не все с ней возвращались. То есть именно брали таких настойчивых. Кого точно не брали. То есть была дискриминация по национальному признаку. Естественно, это было по указанию от руководителя. То есть главным был Виктор Макушин. Тоже в интернете о нем много написано. То есть я с ним лично не общался. Только, может быть, краем глаза видел. И офис, в котором я работал, находился в Москве, на Фруктовой улице. Вот там буквально пара таких небольших зданий. Я вот работал в том, который ближе к проходной. На втором этаже, в левом крыле. Вот я помню, значит, что самая... Что дала мне эта работа, это я научился работать именно с базами данных в Microsoft Access. Научился писать запросы. Вот. Там достаточно был сильный такой аналитический отдел. Особенностью работы в Маире было именно то, что набирали вот таких вот людей, которые были готовы работать за идею. Зарплата была относительно низкая. Рабочая неделя была пятидневная, да. С девяти до где-то девяти. И были в офисе обеды и даже ужины бесплатные. Зарплата была низкая. Ну, так как я был тогда еще учился на последнем, предпоследнем курсе вуза в магистратуре, то, в принципе, меня устраивало где-то пять-шесть тысяч рублей по тем временам, да. И плюс обеды и ужины прямо там вот в офисе. Столовая была со своими поварами. Вот. Тоже бесплатно. Зарплату, в принципе, тогда платили регулярно. Вот тогда не было таких еще каких-то задержек. Самое интересное, что при приеме на работу я подписал такое соглашение, что даже в течение десяти лет после увольнения я не могу ничего никому рассказывать. Но уже сколько прошло, уже больше, там, получается, шестнадцати лет. Поэтому, ну, я все равно не буду вам рассказывать никакие коммерческие, там, тайны. Вот. Да, все, на самом деле, какую-то конкретику я забыл. Она никому уже не нужна, по большому счету. Вот. Значит, ну, делал я какую-то аналитику, там, по рынку металлолома, по рынку цветных, там, металлов, нефтегазовому сектору. Вот. Тогда же, там, в те же годы приобретался Загорский лакокрасочный завод. То есть, у нас в отделе было, значит, то есть, там, такой, из двух комнат, как бы, мы занимали. Вот. Было очень много хороших, таких умных ребят. Вот. Мне дали наставника, который, вот, был буквально, по-моему, на год меня старше, смехмат, тоже мальчик меня обучал всему. То есть, очень добрым словом вспоминаю. И сейчас смотрю, то есть, многие, как бы, пошли в консалтинг после МАИРа. Больших успехов достигли. Ну, может быть, некорректно мне называть их имена, да, в этом отзыве, но, тем не менее, да, я смотрю, то есть, люди хорошо растут. Вот. И потом мы в большой четверке работаем, и в очень крупных компаниях на уровне директоров уже работают. То есть, это писались аналитические записки с графиками, все тут же на цветном принтере распечатывалось. Хорошие компьютеры стояли для того времени. Что еще запомнилось, это по работе, это металлодетекторы на входе во все здания, вооруженные с пистолетами охраны. Вот. Потому что, ну, такое время было, и, возможно, были реальные опасения у, именно, руководства опасаться за свою жизнь. Вот. Поэтому было здесь, ну, на отзывах, в отзывах вы можете почитать про такую, достаточно напряженный, как бы, стиль работы. Вот. Это, то есть, такая вот очень большая нагрузка. Такая изматывающая и работа за идею, да, то есть, вот соотношение. Но потом, когда переход, ну, это многие отмечают, когда переходишь на другую работу, то чувствуешь, сколько тебе, сколько опыта ты приобрел при работе в Маире. Вот. То есть, здесь палка о двух концах. То есть, это очень тяжелый труд. Это, там, могли, как бы, руководство, там, и накричать. Вот. И потом, когда я перешел из аналитического отдела в отдел с нормативами, тоже, там, еще по старинке многие присылали по факсу, а не по имейлу, что-то, какие-то данные задним числом, какие-то отгрузки делались, да, закрывали. Вот. И руководитель тоже бросал телефон, АПОЛ, телефонный аппарат. Вот. То есть, в каком смысле, нервная была атмосфера. Вот. Но в плане профессионального развития она, как бы, давала, да, особенно, вот, начинающим выпускникам, таким амбициозным, вот, именно, это был основной критерий, в котором отбирались на работу в Маире. Я проработал, на самом деле, не так много, там, буквально, там, 4 месяца, да, то есть, вот, до конца года. Вот, вот, потом уволился и больше начал концентрироваться на учебе, да, все-таки, еще учился в магистратуре. Вот. В принципе, это вот такие мои эмоциональные воспоминания о работе. Думаю, может быть, кому-нибудь они будут полезны. Кто-то вспомнит, добрым словом, своих коллег, сослуживцев. Вот, многие работали именно на втор-черметах, вот, все вспоминали какие-то там летучки с Виктором Макушиным. Вот, ну, и в заключение, что, можно сказать, через несколько лет начались известные проблемы у компании. Виктор Макушин был вынужден покинуть компанию, и фактически все закрылось. Вот, то есть, сейчас остались такие вот только ностальгические воспоминания. Вот, о тех временах, это фактически мой первый опыт работы, который во многом повлиял на мою дальнейшую деятельность. Спасибо большое вам за внимание. Надеюсь, было интересно вспомнить. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok